итак друзья поставил вот такой вот я натюрмерт с осенними цветочками и сейчас буду его писать холстик у меня по размерам 40 на 50 и палитру хочу вам показать вот такие вот красочки я приготовил как они называются белила титановые лимонная желтая кадми желтый средний охра желтая охра золотистая морс коричневый хинокридон розовый краплак красный по синеньким теперь это ультрамарин светлый голубая фацы это королевская голубая из зелененьких я взяла только русскую русская зеленая она называется можно взять изумрудную если у вас есть и вместо черные у меня сегодня индиго и будем сейчас писать вот этот вот натюрмортик и так намечаем рисунок рисунок намечаем охрой либо вот марсом коричневым какой-то коричневой красочкой наметили рисуночек и я взяла зелененькую свою русскую синенькой перемешала и наметила темные места в нашем букете далее по всем темным местам проходим красочками прямо на растворителе белил мы пока не используем и пишем прямо практически как а акварель кай то есть большое количество у нас разбавители растворителя используется в разбавитель можно капнуть чуть-чуть маслица чтобы он быстро не выветривался у вас с палитры и закладываем весь фон в картине чтобы избавиться от белого холста здесь я уже белила для фона подмешиваю чтобы замешать такой вот теплый фон теплый цвет для фона здесь у меня белила сохрый желтый немножко лимонного кубе подмешиваю в тенях лучше использовать и какие-то цвета без белил чтобы более насыщенный глубокий цвет был отражение в баночке передаем тоже по цветам можете посмотреть какие я беру с палитры это зелененькие вместе с голубой фц либо с ультрамаринчиком чтобы похолоднее у нас листва зеленая смотрелось цветочки у нас октябриночки тоже холодные и пишем используем всю нашу палитру чтобы написать наш букетик палитру в принципе здесь хорошо видно я думаю если вы досмотрите это видео до конца вы поймете как собственно писать такой букет и надеюсь у вас тоже все получится когда вы приступите к делу основное мое условие когда я пишу любую работу это я максимально быстро стараюсь закрыть весь холст то есть главная задача стоит это белый холст убрать можно заранее холст прогрунтовать какой-то цветной подложкой цветным грунтом чтобы писать уже по цветному грунту но если у вас белый холст как у меня был тогда сразу надо в первые там минуты живописи сразу закрываем весь холст и далее уже прописываем какие-то детали здесь у нашего букета нужно понять как он будет строиться и раскладывать какие-то большие холодные теплые массы сразу в цветочках мы с вами не ковыряемся мы с вами сразу их не вырисовываем сначала ищем большие массы большая масса теплого большая масса холодных оттеночков теплых оттеночков и так вот постепенно мы уточняем более тонкой кистью где-то чуть темнее берем где-то чуть светлее опять же смотрим на натуру сравниваем что у вас там и что у вас на холсте происходит пишем и я думаю у всех все получится всем удачи всем пока пока и если досмотрите это видео до конца увидите что у меня на палитре появилась еще бирюзовая которая нужна для того чтобы добавить холодинку в наш букетик ну думаю у вас все получится всем удачи пока пока оставайтесь на связи пишите свои комментарии буду очень рада у нас Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok